И, конечно же, буду вас расспрашивать на тему уныния и что-то сам добавлять, но вот давайте начнём, да, или продолжим, да, продолжим. Давайте начнём. Человек унывает, потому что у него проблемы, или у него проблемы, потому что он постоянно унывает. Вот что вы думаете, что, от чего и каким образом? Прекрасное свидетельство, ты засвидетельствовал, ты рассказал, как в тяжёлой ситуации можно держать вот этот тонус и состояние духа, потому что обстоятельства, люди, врачи, ещё кто-то, да, ты себе представляешь, чем всё может закончиться. И, конечно же, очень много обстоятельств, которые давят и диктуют тебе, как тебе чувствовать себя, вести себя, и очень легко впасть вот в это уныние, да, уныние. Я могу сказать, что, если уж мы говорим об унынии, то откуда у него корни, у этого уныния? Откуда у него корни, да. Корни уныния не в проблемах. Есть такая фраза, которая говорит, жизнь – это не то, что мы о ней думаем, жизнь – это то, что мы думаем. И я совершенно согласен с этим, потому что это абсолютно перекликается с Писанием. Если мы, вот как недавно как раз проповедовал на эту тему, Бог нас на протяжении всего Писания никогда не говорил нам, думайте, концентрируйтесь на том, чего вы в жизни не хотите. Иисус ни разу не говорил, я бы не хотел, чтобы было вот так, или я бы не хотел, чтобы было вот так. Он всегда говорил, я хочу, чтобы было вот так. Да, такие фразы он точно не говорил. Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию Бога. Бог в нас вложил, ну, практически, такие же способности, как и у Него. Другое, мы же не умеем ими пользоваться, нужно, как бы, учиться, тренироваться, поэтому, говорит, уподобляться Сыну, да, Божьему. Но Бог всегда говорил и становилось. Прежде чем человек говорит, у него в голове должна появиться мысль. Представляете, что Бог творил. Я бы, я сотворил небо и землю, но я бы не хотел, чтобы там было вот это, или не хотел бы, чтобы было… Нет, он просто изначально сотворил, посмотрел и говорит, хорошо. А иногда хорошо весьма. А по вторникам говорил, два раза хорошо. Почему? Потому что он изначально все делал так, как он был уверен, что он делал. Иисус никогда не поступал так, что вот приходил бы, я бы, конечно, сделал бы это, если бы там не вот какие-то условия, или я бы не хотел, чтобы обо мне говорили вот так, или я бы не хотел, чтобы мы ходили туда. Он молился, он говорил, мы идем туда, или он говорил, мы никуда не идем. Или там Лазарь умер, он говорит, мы подождем. Или приходит и говорит, Лазарь умер. И вот второй говорит, да, и мы пойдем с ним вместе и умрем. То есть, зависит от того, что мы говорим, вот так в нашей жизни реализуется. То есть, мы наделены способностью создавать свою реальность. Почему? Почему я это утверждаю? Если вы когда-то обращали внимание, что если вы покупаете какую-то машину, к примеру, вы садитесь… Какую-то машину купили, кстати, я не… Это колесо, да, с какой целью интересуешься? Если вы когда-нибудь продемонстрировали новую машину… Ну, допустим, Chevrolet Impala. Chevrolet Impala. Значит, вот если человек купил Chevrolet Impala, да, он будет ехать по трассе, и вокруг будет видеть только тех, кто едет на Chevrolet Impala. И Chevrolet Impala, потому что он хочет увидеть тех, кто подобен ему, будем так говорить, да. Те, кто, например, вот я сам не был, не знаю, вот можно у сестер спросить, да. Беременные женщины, они в основном всегда на улице видят беременных. Слава Богу. Слава Богу, да. Мы не всегда видим беременных. Но я могу вам так сказать, что когда я ходил с костылями, я видел людей с костылями. И вы знаете, вот потрясающе. Куда бы я ни пришел, обязательно найдется два человека, три человека с костылями. И они тоже на меня сразу смотрят, говорят, о, коллега. То есть, понимаете, когда человек находится в каком-то состоянии, он способен генерировать вокруг себя или видеть вокруг себя то же самое. Если у человека внутри, у человека внутри поселилась унылая мысль. Мы уже говорили, уныние это равно увиданию. Если у человека появилась такая мысль. Понятно, что все, что он будет произносить, что он будет думать, что он будет делать, будет исходя из этих же мотивов. Соответственно, я, понятно, что есть и другие точки зрения, но я убежден, что человек, если он в унынии, у него будут проблемы. Если у человека есть проблемы, это не значит, что он должен быть в унынии. Проблема – это ситуация, которая… Проблему можно привыкнуть. Нет, не надо привыкать к проблеме. Проблема – это 10% ситуации и 90% того, что мы об этой ситуации думаем. Нужно сосредоточиться на ситуации и сказать, как я из нее буду выходить. Вот и все. Если мы находимся в унынии, то есть в увядании, у нас нет сил справляться с ситуацией. Мы, естественно, и о выходе не думаем, мы думаем, как к ней привыкнуть. А это не есть хорошо. Я думаю, что основная проблема в том, что мы не можем распознать, что это уныние. То есть какое-то время, знаешь, это как с болезнью. Ты какое-то время ходишь и понимаешь, у тебя уже тот что-то побаливает, сям, там, сям. И ты только на каком-то этапе понимаешь, что ты заболеваешь, надо как-то реагировать. То есть, а вот этот момент уныния, ты же не всегда можешь его поймать. Ты даже, знаешь, как люди не замечают то, что они в депрессии. У них просто темные мысли, у них просто, вот они утром встают и уже они впадают в эту часть. А в грех никто не заходит, вот так вот раз шагнул и в грехе. Сейчас я вот, посмотрите, на греческом есть несколько слов, которые показывают, что такое уныние. Одно из слов описывает это состояние так. Беззаботность, беспечность. Казалось бы, да, то есть уныние сопряжено с беззаботностью и беспечностью. То есть, каким образом, как это можно объяснить? Дело в том, что когда человек впадает в уныние, у него же приходит вот эта апатия, апатичность. Он не думает о том, о своих обязательствах, он не думает о том, что будет завтра. Он настолько апатичен, он просто может целыми днями лежать и вообще, ну, скажем, палец о палец не ударит в этом случае. То есть оно его... Признаки депрессии. Признаки депрессии. Хотя уныние само не является депрессией, оно приводит к этой продолжительной депрессии. Еще одно слово звучит так. И это интересно, что оно переводится как ненужный труд, излишние хлопоты, суетливость и даже любопытство. Что-то там мы переводили. То есть вот такая пустота. Ну, про суетливость я, пожалуй, соглашусь, потому что все, о чем говорил экклезиаст... И излишние хлопоты, да. Все, о чем я говорил экклезиаст, он говорил, что это суета. Но суету мы привыкли как бы расценивать, как вот мы что-то куда-то бегаем, что-то делаем и так далее. Вот здесь я бы, скорее всего, согласился с этим переводом. Это бесполезная бега дня. Это бесполезная, да. Ты просто, да, мечешься в какой-то... Это называется весь пар ушел в швисток. И третье – это состояние апатии, подавленности, настроение, при котором человек не заинтересован, не заинтересован изменять свое положение, не заинтересован в том, что происходит вокруг. И, ну, это, конечно, вот безнадежная печаль, гнидущая скука. И понимаете, да, о чем идет речь? Это состояние жертвы, да, когда человеку хочется, чтобы его все пожалели. Сильное уныние характерно для депрессии, однако неравноценно ей. Но вот это интересный момент. И теперь, понимаете, когда ты думаешь, что это, что такое уныние, многие люди расшифруют это так, что, ну, ты просто сгрустнул там, ну, обстоятельства, ситуации, ты вошел там в депрессию, во что-то еще. Ну, кто, кто не может вот в это войти? Понятно, что время от времени мы все как-то унываем, да, и Давид говорит, эй, душа, чего ты унываешь, да, у тебя что, мало причин радоваться? У тебя что, мало причин? И он начинает перечислять, да, перечислять, прославлять Бога, себя как бы возбуждать, вот в этом смысле. Потому что это, как в первой части ты сказал, это грех, это недоверие Богу. Да.